друзья всем привет сегодня будет очень интересная история нет это будет не трэш машина была очень неплохая хотя со своими недостатками фишка здесь в другом окончание такого которого у меня в принципе в практике еще не было виталика можно на этой машине еще развал проверить там загнутый лонжерон и мне надо понимать ушло ну или не ушло и так имеем mercedes 204 кузове она была куплена в германии с пробегом 116 тысяч километров сейчас у нее 122 на момент использования и заявлено что машина не битая заявлено что не крашена заявлено ну вот практически как с конвейера так ли это давайте смотреть так умеем 204 кузов я уже приблизительно по нему побежал я не видел ни одного открученного элемента сас вот здесь вот кто-то прикер в бампер это уже было здесь судя по всему там заломано там есть такая пластиковая хлопушка с одной стороны а у бампера есть капроновые зацепы и здесь вот эта штука она отломана поэтому ну здесь нагреть не получится как многие подумают стекла у него все родные салон у него классный самый большой плюс этого автомобиля это в том что у него есть вся история значит в германии у него был один хозяин пока не было продано и это тот редкий случай когда на машину есть вся история именно с декрами и из тювхауса бумаги то есть декра это когда этот документ когда проходит машина техосмотр она фиксируется этот документ интересный тем что здесь написано когда на каком пробеге она проходила все сервисы и крайний пробег здесь 116 тысяч то есть на пробеге 116 тысяч она была куплена в германии то есть вот вся история как выглядит оригинальной бумаги я знаю вот и вот даже все наклеечки и тисненная камера конечно не передаст может передать здесь специально что-то такая печать тисненная она через наклейку делается в общем вся история за всю дальше там по ней тоже документы есть и делалось но больше вот это вот ценная штука и даже нефиг смотреть сервисную книгу сейчас смотрю дальше кстати по салону выглядит она очень достойно сейчас я пройдусь по кузову покажу что она действительно хороша масло него конечно уже черненькая в принципе норма до 140 но с учетом того что пыли грязи может быть она показывает больше 110 140 это хорошо на просто легенькая поэтому не легкая хорошая динамика для 2 и 2 машина которая весит много это я к тому что парень рассказывает динамику автомобиля за сегодняшний день то есть это у нас уже не из мерседеса во в принципе осмотренный 4 автомобили пока он произвел самое классное впечатление от всех остальных которые мы просмотрели как тебе мерседес это типа круче volvo может быть только volvo ты же молодой на пенсомобиле ездишь у нас один из экспертов андрей он раньше ездил на мерседесах и говорил что mercedes это просто верх инженерной мысли сейчас выдали ему volvo ездит он на volvo и говорит то нафиг тот mercedes буду ездить на volvo но и так отход этот машин действительно интересный кстати по стеклам он везде оригинальный по стеклам везде все родное по укреплениям также крылья нигде не отнимались масло не правда темненькая вы смотрели сейчас и крышку на место поставлю предварительно здесь турбина что-то где-то сопливит ее холодная улитка но это мы сейчас загоним ее на яму и посмотрим а так сверху никаких соплей на моторе у нее нету что касательно кузова сейчас еще покажу что все двери у нее действительно не отнимались опыт как бы вряд ли будет понятно если непонятно куда смотреть сейчас мы резкость наведем о том что легкая трещинка на фаре вайна фаре вот это меня на срега дерни капот и покажу что фары здесь сейчас покажу фара фокусируйся его есть и здесь а здесь я не достану попробую конечно не достаю 26 в общем того же дня тот же номер пару не родные надо заморачиваемся снимем видео относительно хлопушки капота вот так вот будет видно украшенный у нее суппорта а так а так неплохо сейчас смотрю куда загнать ее посмотрим снизу снаружи эта машина имеет около идеальное состояние ну конечно там есть недостатки в виде того что бампер у нее там чуть-чуть не на месте где-то его причавили ловушка бампера сломалась скорее всего либо же крепление на самом бампере легкая вмятинка на капоте там яблочко упала на крышку багажничка слегка треснувшая решетка и все ни одна дверь не отнималась ни один элемент не красился машина в около идеальном состоянии ну треснул в салоне на сидении шкура молодого дермантина она закончилась вот в общем вот такие вот недостатки легкие есть у этого автомобиля а так вообще машина очень-очень даже в объяснительном состоянии на крышке багажника тоже маленькая хлопушечка есть на игре света это месте если посмотреть я бы что-то купала хорошая яблочко ну это да сухо сухо копоти нету глушители фенуарки здесь я щупала не так амортизатором сухен это наверно сейчас поднимут и посмотрим резина очень хороша спереди парни смотрят не будет так пружина здесь три метки здесь три метки все поднимают нет он не порваны а ну посвяти мне он загнулся он на месте не стоит он просто загнулся это будет его пустить и надеть его запустил на его запустил а он он не сухой глушитель не переживайте все за снимем в лучшем формате то пластиковую штуку снимем чуть позже имеется все пластиковые элементы сейчас пока парень занимается диагностикой это есть но сейчас он все поснимает потом я дальше начну снимать трошки сопли по всему периметру до с этой стороны больше так ладно снимаю я дальше причем поддона оба на моторе уписались то ну ладно что настолько но оба смысле с и сверху и снизу а можно щит и поднимать увесь пластик это что там там же ничего нет не вопрос не в масле вопрос целостности кузова вопрос не в масле в целостности кузова снимаю окей так Так, скручиваем, да, тут все целенькое, дальше бак идет, все ровненькое, здесь по лонжерону тоже все хорошо, это что, это от конденсата следы, здесь, здесь тоже, тут уже бак, тут все целенькое, все, закручиваем. Снизу автомобиль, он также годовая у автомобиля в около идеальном состоянии, потому что двигатель, уссались оба поддона, тем более они вот только недавно переклеенные были, ну сделали это плохо и оно идет подтекание, это не беда, это все чинится, это все делается, в принципе все по машине, недостатков как таковых мрачных не выявлено. Но у нас парень имел такой автомобиль ранее и он захотел еще одну машину, точно такую же, но принципиально, чтобы она была не битая и не крашеная, потому что ему досталась перед этим машина, которая в аккурат сварена с двух кусочков, сделана хорошо, но машина была слеплена. Он не хочет себе Франкенштейна, он хочет себе машину очень хорошую, поэтому очень просит заморочиться, посмотреть, промерить ее по кузову, по всем контрольным точкам и действительно выдать заключение того, что машина не битая и не крашеная. Я это вижу, но окей, надо промерить, сделаем это на следующий день, потому как сейчас парень, продающий автомобиль, очень сильно куда-то спешит, пусть спешит к детям. Договариваемся на следующий день. Заезжаем на подъемнике, есть подозрение того, что правое колесо кастом чуть-чуть ушел. Сейчас будем вымерять, промерять, просмотреть. Ну, ржавенькие, хорошие. Где линейка? 287. На, 280. Нет, 287,5. Ну, это вот, по вот этой штуке, если. 287,5. На, 287, ну, где-то и 4, наверное. Видно? Видно? Да. На, 280. 7,4. Время несколько. Видно. Видно? Ну, куда-то там не прилетало, да? Да. Да. Вот, пока камни, пока не зая. следу распила я не вижу это просто такое ощущение что она ушла сейчас там посмотрим все закручиваем померили просмотрели по кузову я точно понимаю что машина вообще не имеет ни единого подкраса нигде никаких швов ни следов рихтовки вообще нигде ничего нету но есть один момент где скорее всего правом колесо он попал в ямку ушел кастер сейчас попробую объяснить что такое кастер значит вот стоит стойка на автомобиле вот вот это кастер когда вот так она ездит вокруг это схождение ну а развал это на самих колесах вот здесь положение геометрии стойки в таком направлении вот это есть кастер так вот ушел слегка кастер путем того что скорее всего машина попала в яму одним колесом и даже на стойке у меня где-то есть в архиве фотографии я их прицеплю видно что оно ушло после того когда заехали сделали развал схождения все стало в зазорах все стало по своим местам и как таковых сомнений не было вообще о том что автомобиль битый выставлено по заводским значениям так как оно было изначально 1 2 и 3 и сейчас будем делать вот это чудо есть принято решение ехать на регистрацию а вот там началось самое интересное приехали к сервисному центру оформляться там видео не снимали но был один очень интересный момент сейчас расскажу какой уже прошли эксперты криминалистов позаглядывали во все дырки но тут парень все равно ходит смотрит выискивает всякие щели снимает фишку пластиковую с болта и видишь что на болту нету кусочка краски ну просто откололась и здесь у его трохи переклинило говорит стоп машина битая рю стоп машина не бита верну если неинтересна покупка мы сейчас тормозим весь этот паровоз а беда заключается в том что документы уже оформлены техпаспорт уже практически утилизирован то есть вот занесли руку на трешером но в тот момент когда он еще был целый не был уничтожен история имела это продолжение я рю стоп машина никто ничего не оформляет пошли со стороны покупателя уже там мольба о том что вот я уже деньги потратил я уже там себе чего-то заказал мне уже нужно продать машину забирайте дешевле нет нам эта машина не интересно только потому что она неинтересна парню это из разряда когда в детстве дети хватаются за горячий чайник и потом он будет еще 12 раз или там до 13 лет а скорее всего до 16 дуть на холодный чайник перед тем как его взять и 12 раз потрогает вот здесь приблизительно такая же история парень сам по себе классный интересный но вот такое обстоятельство в жизни вода сделала такой переломный момент и ему пришлось отказаться от этого автомобиля по крайней мере он теперь спит комфортно чувствует себя абсолютно нормально вот такая вот была история большое спасибо что досмотрели это видео до конца но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока-пока а аж рука зачесалась к чему бы это удачи Субтитры сделал DimaTorzok